Девочки, всем привет! Всем привет, мои хорошие! Сейчас хочу немножечко себя привести в порядок. Сделаю, ну, под веки нанесу патчи от Хэмиш. Это болгарская роза. В принципе, неплохие патчи. Мне, кстати, они очень понравились. Они скатываются. Катюху отвела в садик и зашла в пятерочку. Немножечко скупилась. Что? Что случилось? Что ты возникаешь? Так, купила я 3 огурца. Они вышли мне на 10 рублей по акции. Тоже по акции бананы по 50 рублей. Такие прям, знаете, прям спелые-спелые. Классно. Хотела купить 5 килограмм сахара, но не было 5-килограммовых. Купила 2 килограмма. У меня лежат груши. Руслан привез груши. И, короче, никак не дойдут у меня руки до груш. Хочу закрыть яблочно-грушовый джем. Также купила я ротфронтовские конфеты-батончики. Три шоколадки. Они тоже по акции были. Альпенгольд. Потом манка. У нас закончилась манка. Купила себе кефир за 70 рублей. Биобаланс 0% тоже был по акции. Да, 70 рублей. Зелень была по 40 рублей. Укроп тоже по акции. Сосиски тоже по акции. Девчонки, по 120 рублей. Велком молочный. И купила я лаваш. Сейчас буду я готовить себе завтрак. Лаваш. Три яйца. Немножко их посолю. Прям немножко. Сыр. Что случилось? Зелень. И накрываю таким же лавашом. Вот так. И сюда сверху добавлю сыр. Ну, вместе с зеленью. Рот, что случилось? Мне очень плохо, что нет у меня под эту сковородку крышки. Прямо это диаметром. Все. Огонек средний. И до готовности. Ну, пока не расплавится сыр. Что? Ну, а что с голосом? Что, простыл тоже, да? Что случилось? А? Фродо. Что случилось? На себя смотрю и как будто, знаете, я всю неделю плакала и не могла остановиться. Девчоночки, сейчас расскажу вам последние новости, которые у нас в нашей семье произошли. Фродо. Вот. Я вам показала, как мы сделали кухню. Я вам сейчас позавтракаю, чуть попозже вам покажу, как мы ее обставили. Вот. Короче, мы сделали кухню. Ну, и все, девчонки, на следующий день практически все сразу заболели. Ну, первое, заболела Катюха. Ну, как заболела? У нее была небольшая температура и у нее сопли. Фродо, что ты там делаешь? Фродо. Вот. Потом Макс, потом я и, короче, сейчас Руслан. Какой-то вирусняк с этими соплями. И у меня вот самое главное, вот это тут забито и течет глаз. Вот. Вот у Макса чиряк. Ой, мама дорогая. И только они сегодня, ну, уже дети чувствуют себя более-менее. Они пошли уже в школу, в садик. И я одна дома, наконец-то. Это было, если честно, девчонки, это было мега дурдом. Это серьезно. Когда все дома. Макс дома, Катька дома, Руслан. Ну, как... Да, он был полтора дня дома. Но он делал дела. Он не мешал, как бы, но делал дела. Но все равно все были дома. Это было так и, на самом деле, необычно, когда Руслан дома. Вот. Ой, это вообще и сегодня они ушли. Все по работам. Думаю, мама дорогая, я сегодня одна. Так что я хотела, если честно, я хотела себя привести в порядок. Нормально уже хоть накраситься, девочки. Ну, не как глаз течет. Эпидемия чихания какого-то. Короче, дурдом. Вот такая, смотрите, получилась великолепная, быстрая пицца. Классная. Девочки, вы меня спрашиваете очень много про Фродо. Как он себя чувствует? Как себя ведет? Привык или нет? Девчонки. С каждым днем, не скажу, что это очень все быстро, с каждым днем он все провыкает. Ему, ну, как бы, становится более комфортно. Уже, как бы, все, да. Микки, конечно, его еще гоняет. Гоняет конкретно. Но он что делает? Микки его в дырку загонит. Фродо вылазит. И, типа, как будто его и ничего такого и не было. Я Фродо говорю. Или Фродо, укуси Микки за жопу, чтобы он понял, кто ты такой, что ты такое. Вот. Еще, конечно, еще есть опасочка. Хотя он ходит на лоток. Он умничка. Все, молодец. Но еще есть опасность у меня, да. Он, как бы, наверное, еще все обнюхивает, что он сможет сходить в другое место. Еще, да, у меня есть такая опаска. Но нет, пока я не замечала каждый день, каждое утро, каждый вечер. Я все смотрю, обсматриваю, да. Принюхиваюсь. Девчонки, укроп застрял. Вот. Мне кажется, у Фродо все будет хорошо. Он быстренько, уже намного быстрее привыкнет к нам, к дому. Но он еще, на самом деле, боится еще Катюху. Маленьких детей, я так поняла, не очень они любят. Но все это привыкнется. Вот. Уже бегает, мотается. Как бы нормально. Порезала я уже груши и яблоки. Я их очистила от кожуры. Груши у меня было 650 грамм. Яблоко я взяла килограмм. Сейчас беру я кастрюлю. Высыпаю туда груши. Добавляю грамм 50 воды. Накрываю крышкой. Сразу поставлю яйца. Макс попросил приготовить крабовый салат. Ну, давайте я вам покажу рум-тур нашей недостроенной кухни. Вот. Так что давайте поехали. Мы заходим. Здесь еще, естественно, будет порожек. Потому что, видите, большой переход. Здесь еще будет порожек. Так, ну, в этом углу у нас ничего нету. Как бы ни обои, ни потолка. Видите, ничего этого нету. Сделали мы полы. Девчонки, теперь мы, блин, хожу и ничего не шевелится, не трусится. Будет это уже как бы финишная прямая. Уже на это будем мы стелить ламинат. Все. Как бы вот так вот. Здесь пока я поставила сушилку. Катькину комнату, Катюхину мы забили. Потому что там, в принципе, ничего не надо. Ну, как бы туда ходить уже. И чтобы мусор туда-сюда как бы не носить. Потому что, видите, в нашей комнате там сейчас пока открыто. Там фанеры, доски, магнитофон стоит. Вот. Но тоже будем забивать, потому что полы не сделаны. И фродо мотается, пыль подымается. И, ну, все в эту комнату заходит. Так, поворачиваем дальше. Дальше мы поставили вот такой вот диван. Диван мы расстилаем, застилаем. Короче, так поставили диван. Но диван будет еще покупаться угловой. Это пока мы поставили старый диван. Ковер постелили. Ковер постелили, потому что на эту фанеру нельзя лить воду. Полы мыть нельзя. Как бы, ну, как бы нежелательно. Потому что вздуется. Одновременно мешаю груши. Сок уже начали выпускать. Одновременно я мешаю груши. Ну, и дальше. Мы поставили наш стол. Опять же, стол будет меняться на круглый или на овальный. Но будет у нас другой стол. И вот так мы повесили. Шкафчик для посуды. Здесь посудомойка-умывальник. Вот. Посудомойка у нас немножко не поместилась. Видите? Будет по-другому делаться. Дальше. Вот такой вот шкаф. Он у нас висел. Если кто меня давно помнит, на кухне он был только горизонтально. Тут стояла микроволновка. Ну, короче, я вот так поставила. Вообще, вот это место я делала рабочее себе место. Потому что я всегда... Была моя мечта. Окно, рабочее место. Но неудобно. Неудобно потому, что плита вот здесь стоит. Плита тоже пока такая. Временная. Потому что у меня встраиваемая духовка, встраиваемая плита. Ну, под нее тоже нужно подделывать. Пока. Поэтому мы остановились на вот такой плите. И я этому, верите, безумно очень рада. Ну, и... Ой, девочки, простите, пожалуйста. И вот шкаф тут у меня... Сейчас я покажу, что находится. Ну, вот в принципе вот такой. Сейчас я вам покажу. Покажу, покажу вот так вот. Как это все выглядит. Ой, мамочка, коляска Катюхина стоит. Вот так вот диван. И вот так вот кухня. Жить пока можно вообще... Блин, без проблем. Ну, эта стена у нас пустая. Знаете, такое ощущение подразделения. Ковер стоит. Короче, подразделение здесь кухни. А там как бы непонятно что. Но здесь мы еще повесим телевизор. Вот на днях мы еще повесим телевизор. Так, девчоночки, что у меня здесь? Давайте по ящикам пройдемся. Здесь у меня тарелки, как и были, и стаканы. Ну, и здесь точно так же тарелки и стаканы. Так, минус кухни. Наверное, скорее всего, так и останется. Потому что здесь посудомойка и мойка. А плита аж там, да. И рабочее место мое там. И получается что-то помыть. Я должна нести через всю кухню. И только здесь мыть. Ну, короче, вот это вообще неудобно. Вообще неудобно. Это вот большой вот минус, косяк. Я вообще не знаю. Так, дальше что? Здесь тоже все надо убирать, потому что места мне не хватает. Но и то, девчоночки, я два мешка. Два мешка лежат в беседке тех вещей, которые я спокойно обходилась. И все это время, 4 месяца, и они как бы мне нужны были. Но я все равно занесла половину, потому что, не знаю почему, но два мешка еще в беседке лежат. Здесь у меня доски, полотенца для посудомойки, таблетки. Вот эти мне еще вот химия здесь стоит. Ну, тут штучки тоже надо разобрать. В этом столе у меня крупы. Вот, вот так у меня сейчас пока это все пустенько. Хорошо, мне так все очень нравится. Все это выглядит. Так, сейчас мы, девчоночки, с вами помешаем груши. Смотрите-ка, сколько сока выпустило. Вообще супер. Так. Так. Девчоночки, груши готовы. Я засыпаю яблоки. Огонь у меня стоит чуть, вот где-то ниже, чуть-чуть среднего. Так. Все. Сейчас закрываю крышкой. Так, миска. Миска в умывальник. Здесь у меня ящики. Ящики здесь у меня в принципе... Ой, 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 ой. Упал этот штатив. Принцип тоже в ящиках ничего не изменился. Здесь у меня мука, как и стояло масло, подсолнечное, уксус. Здесь у меня тоже пустенько и хорошо. Здесь мои крупы первой необходимости стоят. Потом, что здесь? Здесь у меня, как и было, лекарства. Видите, у нас как много лекарств. Вообще нету. Сюда мы переставили в воду бойлер. Поставили микроволновку. Здесь у меня тоже, как и было, тут сковородки, миски, ложки, вилки. Вот. И здесь уже... Ну, я уже под себя сделала. Тут ждут мои руки, мой момент, мое вдохновение. Есть вдохновение, но пока, если честно, нету пока такого, знаете, прям здоровья, чтобы вот стоять и готовить торты, капкейки. Вот. Но пока вот так вот. Маски. Ну, вот это все для моей выпечки, чтобы это был мой отдельный уголочек. Так, готовлю я крабовый салат. Девчонки, если честно, я кайфую на кухне. Я такая довольная, я очень счастлива, что все сделали за один день. Мы... Руслан Полы делал три дня, да, у него по мере возможности, ну, как работа была. А потом вот один день он был дома и все взялся. Мы вот, говорю, до позднего вечера, да, до полодиннадцатого, ну, грубо говоря, до десяти, пока покупались, а вот и, ну, полодиннадцатого, да. Вот. И я встала утро, какой-то кайф. Пока он готовил, плиты не было толком. Было... Мы перенесли стол в коридор. Там был у меня маленький клочок земли, ой, земли, стола. И я готовила. Что готовила? Я даже не помню, что готовила, потому что это все должно быть было на быструю руку. И пельмени. Помню, вот в последний день все я приготовила пельмени, сварила на плитке. И этот... И уже вечером, когда мы уже все сделали, естественно, я ничего не варила, не готовила. Остались там пельмени. И я их поставила на сковородку жарить. На плите. Девчонки, я офигела, серьезно. Они так быстро приготовили. Я настолько привыкла уже к мультиварке и к плитке, что это три года стоишь, пока она разогреется, пока это все поджарится. А это... Все, они подогрели, поджарились, и сковородка нагрелась, и пельмени сгорели. Я вар, Слава, я говорю, как быстро это все происходит на самом деле. Честно, кайфанула, кайфанула. И до сих пор я кайфую. Вот. Готовила что я готовила? Вот, да, вот. Ну, просто не было возможности показать. Готовила я хануму. Вот. Тоже вообще улетела на ура. Да. Ну, и, получается, я осуществляю все те свои задумки, которые я хотела. Но немножечко неудобно, потому что, как его, Катюха болела, Макс болел. Ну, как бы, конючит. Ну, понимаете, да, когда дети болеют. Макс-то еще взрослый, еще ничего. А Катюха, вот она, конюнь-конюнь. Вот, говорю, сегодня только они все вышли по работам, по садикам. Боже, я одна. И я, если честно, я кайфую. Я кайфую. Я ждала этого дня. Вот. И я дождалась. Так. Яйца у меня варятся. Яблоки с грушами томятся. Сейчас быстро нарежу крабовые палочки. Все сварилось. Яблоки, груши, они у меня сварились. И, видите, они такие мягкие стали. Это что я сейчас буду делать. Девчонки, если у кого есть блендер, это намного быстрее произойдет. Ну, в принципе, блендером, да, вжик-вжик. Но у меня блендера нет. У меня есть толкушка. И я сейчас толкушкой сделаю из них пюре. Девочки, можно, знаете, как сделать. Я толкушка протолкла. И, как бы, я вот так вот и оставлю. Там будут кусочки попадаться. Можно, чтобы было прям джем-джем, прям пюре, да, вот яблочно-грушовое. Нужно перетереть через сито. Я это делать не буду, потому что я захотела, ну, как бы кусочками. Так. Я добавляю 600 грамм сахара и перемешаю сейчас. И опять ставлю я на плиту. Такой, знаете, на очень-очень маленький огонь. Крышкой я накрывать не буду, чтобы влага испарилась и не была такая вот она жидкая. Поэтому сейчас она закипит и буду уже периодически ее помешивать в течение часа. Все, крабовый я сделала, готов он. И сейчас я его отправлю в холодильник. Варенье становится, смотрите, каким уже таким, знаете, цвет янтаря начинает загустевать. Вот. Еще варю, я варю, чтобы он такой густой был. И сейчас, знаете, что я добавлю? Я добавлю лимонный сок. Если нет у кого-то лимонного сока, можно добавить лимонной кислоты. Так. Вот так, наверное, хватит. Вообще надо сок и половина лимона. А нет, можно добавить лимонную кислоту, как я уже сказала. Девочки, варенье я уже свое сварила. Смотрите, какой янтарный цвет. Ну, на камере кажется светлее. На самом деле он темнее. И уже, видите, какая густота. Сейчас я буду разливать в банки. Банки я простерилизовала. Все, сейчас в баночки я залью. И мое варенье, джем или как назвать его, готов. Так, девчоночки, хочу на ужин я приготовить мясо в духовке. У меня здесь половина шейки. Я сейчас посолю, поперчу. Да, чеснок добавлю. И все. И буду мне ждать до вечера. С Катюхом мы сходим на гимнастику. Придем. И я ее запихну в духовку. Так, что делаю? Делаю я... Солю, перчу. Ножом делаю прорези. Так, чеснок. Глаза горят. Да? Глаза горят. Ночной ты мой житель. Житель ночной. Да? Ой, все. Ну вообще. Катюха спит. Все спят. Да? В рода. Сссс. Иди сюда. Ночной ты мой житель. Где ты уже глазил? Да, я тебя тоже люблю. Люблю. Да-да, вещь я у меня. Да? В рода. Не бойся. Че боись? Не бойся. Никого не... Ой, ну все-все. Любовь, любовь. В рода. Никого не бойся. Никого не бойся. Нет.